ДиДжей 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 Продолжение следует... 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Он пообещал сейчас нам приоткрыть свою диафрагму. Такой небольшой спойлер. Не знаю, что это означает, я уже волнуюсь. Слушай, у тебя такие дреды, я вот впервые их вижу вблизи. Они могут конкурировать, мне кажется, с длиной моих волос. А я не часто таких людей встречаю. Я думаю, они длиннее. Да? А сколько у тебя сантиметров дреды? Я, честно говоря, не измерял. Лет уже 11, наверное, да. Лет 11? Да, да. Но это как бы показатель, что ты доминируешь, что ты давно в деле диджеинга. Правильно я понимаю? Я думаю, дреды здесь вообще ни при чем. Я думаю, дреды это просто, не знаю, нечто мое личное такое. С детства у меня была мечта сделать все дреды. Диджей Мэг в первую очередь был профессиональным хореографом. Не было, есть. И есть, да, и продолжает быть. Вот какое место сейчас занимают танцы в твоей жизни? 50 на 50. Я начал с того, что... Ну, вообще, танцы были в начале. Танцы были в 95-м. Диджейство ко мне пришло. А в каком стиле ты танцуешь? На данный момент? Да. Я танцую, можно сказать, фристайл по большому счету. Я могу танцевать и экспериментальный хип-хоп, и экспериментальный хаос. Я не знаю, я думаю, на данный момент нет практически стилей, которые, не знаю, я бы не смог, которыми я не смог овладеть. Ну, там, есть стили, которые я отрицаю, да, там, условно говоря, бальные танцы. Почему ты отрицаешь бальные танцы? Я не считаю бальные танцы танцами. Бальные танцы-то не танцы. Бальные танцы-то просто красивые колготки, красивая рубашка. Ты сейчас только что меня оскорбил, потому что я 10 лет в бальных танцах. Мне абсолютно все равно. Даже для девочки это не очень? Мне абсолютно все равно. Что для девочки? Улыбаться? Что? Затянуть волосы, чтобы у тебя глаза на лоб налезли? Что? Ну, это женственно, бедра, статность. Стоп, стоп. Давай не уходить в дебри. Мы сейчас говорим не о женственности, не о твоем красивом наряде. Мы говорим о танце. Танец первичный. Танец для меня это верхушка. Бальники не умеют танцевать. Никто из бальников не умеет импровизировать. Если они и есть, их может быть там я за всю свою жизнь... Ну, я умею импровизировать. Ну, я, конечно, не профессионал, но умею. Давай не будем это продолжать. Я тебя умоляю. Я умоляю тебя. Значит, из истории встретился ведущий с диджеем, это переросло. Встретился бальник с небальником. Давай. Я никого не хочу. Я не хочу обидеть людей, которые занимаются бальными танцами. Танцами, да? Вот. Но за 23-22 года, сколько я танцую? А сколько тебе лет? Мне? Если ты танцуешь 33 года. Не, не 30, 20. А, 23. А, ничего. Да. Sorry. Я танцую 22-23 года, да, получается, уже. За все эти годы я, может быть, если и видел бальников, которые умели двигаться. Не свои раз, два, три, чай-чай-чай, раз, два, три, чай-чай-чай, да? А вот просто свободно двигаться своим телом. Не быть в рамках этих решеток, этих сеток, этих рутин. Ну, в общем, я их, может быть, видел один-два человека. Поэтому никого не хочу обидеть, но бальные танцы – это не танцы. Каких тебе вопросов лучше не задавать? А то у тебя наверняка уже есть вот этот список плохих журналистских вопросов. Мэг, как ты моешь голову? Самый ублюдский вопрос, наверное. Так, ну я была близка, мне кажется. Просто в миллиметре. Нет, я была в миллиметре, понимаешь, я спросила про дреды. Просто у меня такой идиотский вопрос. Он, мне кажется, бесит всех людей, у которых дреды. У меня, кстати, тоже они были. Когда им говорят, как вы моете голову. То есть почему-то всем кажется, что эти дреды, они искусственные. То есть типа ты такой вплел, типа какой-то волос в свою голову. И когда я говорю, что это мои волосы, и я мою так же, как ты моешь свои волосы, так я мою свои волосы, да? Ну вот, в общем, это первый вопрос, да? Он как бы вот тоже где-то рядом. Вот, что еще, что еще? Слушай, блин, там был, короче, топчик. Знаешь, был топчик таких вопросов вообще конченных. Вот про дреды. Какой еще там был? Блин. Татуировки вот примерно, да. То есть я прям миллиметрую сегодня. Да, татуировки, пропаганда марихуаны. Всегда у меня спрашивают. Про хейт меня постоянно спрашивают. Типа всем кажется почему-то то, что вот мой инстаграм, да, это напрямую отображение того, как я себя веду в жизни. То есть люди не понимают, что в инстаграме я стебусь, прикалываюсь. Все принимают за чистую молитву. Да, да, люди принимают, чисто они думают на самом деле, что я прям такой прям, ну вот, прям сижу дома и прям у меня бомбит постоянно мою жопу, да, от всего. Я прям там взрываюсь. Как бы я недоволен во многом то, что происходит вокруг там и касаемо нашего какого-то некого шоу-бизнеса и нашей какой-то внутренней диджейской кухни. Но я не настолько прям, ну, прям хейтер номер один там, да, вот. Ну просто экспрессивный альфа-совец. Ну я больше прикалываюсь, наверное, да, да, да. Могу постебаться, могу кого-то затроллить, да. Но я на самом деле позитивный. Я позитивный и спокойный. Так что вот так вот. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет в последнее время из российской сцены? Меня вдохновляет? Да. Что у тебя в плейлисте? Ой, слушай, у меня в плейлисте много разной музыки. Абсолютно, абсолютно разной. Поэтому невозможно сказать, что я придерживаюсь какого-то одного направления, какой-то стилистики или там фанатист какого-то одного исполнителя. Но там и рэп зарубежный, само собой, куда без него. Он сейчас вообще везде. Вот, само собой, техно, прогрессив, G-хаус, какой-то там, не знаю, экспериментальный музон. И афро-хауса много, и soulful-хауса много, много какого-то, не знаю, там, андеграундного хип-хопа. Есть русский хип-хоп, есть некие русские рэперы, которые мне нравятся там, да. Ну, я не говорю, потому что я слушаю полностью их альбом, но там какие-то определенные треки там, да, у тех же, не знаю. А кто туда затесался? Кто вошел в этот шорт-лист? У меня может в плейлисте быть трек от Джил Зей, может быть Скрипи, может быть Ти Фест, у меня может быть Мия Геншпиль, у меня может быть какой-нибудь Хаски, у меня может быть какой-нибудь Смоки Мо, там, и... Ну, много-много разных русских рэперов, у кого какие-то определенные треки, я слушаю, да, и что-то мне определенное нравится, я слушаю, вот. Но никого из Блэкстара? Я... Блэкстара, почему? Мне очень, мне очень импонирует мод, хороший парень, неплохую мужику делает. А почему ты отписался от него в Инстаграме? Расскажи. Нет, 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 я подписан от него в Инстаграме. А, снова подписался? Я просто смотрела какое-то интервью. Это просто его постоянный, а в одно время он слишком много, слишком много показывал в Инстаграме одного персонажа, которого я просто не перевариваю, вот. Для тех, кто не в курсе, это Ольга Бунзова? Да, у меня на Арбузову просто рвотный рефлекс. Вот, и я от него отписался, я сказал, я не могу на это вот, на вот это дно смотреть постоянно. И потом, когда я узнал то, что он перестал вот это делать, я сказал, окей, бро, я опять буду на тебя. Ну, это больше как бы прикол был, у меня нет никакой агрессии к Моту, нет никакой агрессии там... У меня, в принципе, к Блэкстару нет никакой агрессии, мы все вопросы, которые даже когда-либо были, какие-то разногласия, мы давно утрясли и с тем же самым Тимати у нас нет никаких проблем. По сути, у меня вообще с Блэкстаром нет проблем, они давно остались в прошлом, какие-то обиды, это все осталось в прошлом. В каком возрасте ты начал зарабатывать? Какие были твои первые деньги? Слушай, ну я уже где-то, наверное, в лет 15-16 поднимал кэш, вот. В 17-18 я поднимал еще больше. Понимаешь, когда тебе 20, 21, 22, 23, быть, как я вот прикалываюсь, ну я прикалываюсь нищебродом, это не так обидно. Другое дело, когда тебе 32 года и ты нищеброд, вот, это другое дело. Я про них говорю, я не говорю про молодых диджиков, про начинающих, это ясно, как бы, ну я как бы стебусь здесь. Я говорю про взрослых чуваков, которые реально полжизни, полжизни занимались этим и теперь не знают, как концы с концами свести. Они не устроили свою жизнь, они не понимают, как им играть сейчас, что им играть, где им играть, с кем им дружить, сколько им стоить. Я много знаю взрослых диджиков, у которых проблемы, вот. Само собой есть много диджиков, у которых все хорошо, они нашли себя в этом и на протяжении 10, 15, 20 лет себя хорошо чувствуют. Они тоже есть. Но, ну вот, в общем, это сложно, короче. Я вообще на самом деле не люблю об этом разговаривать, потому что это такой сложный, очень сложный вопрос, очень сложная тема, касаемо вообще вот какого-то творчества в России, особенно вот диджейство. Ну и его коммерциализация, соответственно. Да, это очень сложно, очень сложно, и многие это знают диджеи. Вот вопрос, все-таки возвращаясь, смотря с высоты своего собственного опыта, сейчас вот у молодых диджеев очень большая конкуренция. Что и они могут сделать, как заявить о себе, вот какой совет бы ты им дал, какое напутствие, чтобы вырваться в топ и стать известным? Во-первых, пришло время, когда не прокатит, просто играть чужую музыку. Если раньше это прокатывало, когда мы были молодые, мы играли чужие пластинки, вот. Источников было очень мало, музыка была эксклюзивна, достать ее было сложно, и тот, у которого была крутая сумка с винилом, он был пахан. Сейчас есть шизам, и ты не будешь пахан. Сейчас, через пять минут... Это было похоже на какую-то рэп-строчку. Шизам, и ты не будешь пахан, почти какая-то рифма такая сумасшедшая. Блэкстар тебе надо мать. Да, да, да. Тебе надо быть блэкстаром. У нас в гостях шоу «Бетон» был диджей Мэг, Эдуард Магаев. Не переключайтесь, на связи. Всем мир, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!